Это микрорайон Макаренко. На недавнем, схожем с нынешним конкурсе, он признан одним из самых ухоженных в городе. За труды местную общественность наградили Кубком Победителя. Торжественное награждение Тоса Заречный состоялось на праздновании Дня города. Очередные грамоты со словами благодарности от имени главы Центрального района Тосовцам вручили и сегодня. Все награды члены территориального общественного самоуправления считают заслуженными. Отмечая, что в таком составе они за свой микрорайон радеют вот уже 22 года. Есть у жителей Макаренко шансы стать лауреатами и ежегодного конкурса «Лучшее благоустройство территории города Сочи». Его итоги подведут в конце декабря. Если нам столько лет доверяет население, значит есть основания на нас обратить внимание. Ну, спасибо. Будем стремиться, конечно, еще к большему, но в меру возможностей. Это достигается только совместно. Делаем все сообща, поэтому у нас есть и взаимопонимание. Конечно, не все жильцы относятся к своему жилью, как надлежало бы. Поэтому приходится убеждать людей, что там надо подкрасить где-то в подъездах, фасады домов. Ну, есть свои сложности, конечно, но до сегодняшнего дня нам удается находить взаимодействие. Благоустройство – тема в микрорайоне номер один, но и о мерах безопасности забывать нельзя. Усилить работу с жителями и провести профилактические беседы по использованию пиротехники. Задача в том числе и домкомов, которые являются инициаторами еженедельных субботников. Все ухожено, отремонтированы дома, красивые улицы, чистые улицы. И жители относятся очень даже с любовью к своему городу и к дому. Все отзываются на просьбы, когда мы просим их выйти на субботники. Выходят с удовольствием, принимают участие не только взрослые и дети. Так живем дружно. Претендуют на звание самых чистоплотных и опрятных и жители 56-го дома по улице Рос. Правда, не все, а лишь жильцы пятого подъезда. Здесь сочинцы не только создали новогоднее настроение, но и сами отремонтировали парадный вход. Именно за это они и стали бронзовыми призерами конкурса благоустройства, проводимого ко дню города. Но здесь продолжают создавать уют. На каждом этаже зеленые уголки и целая картинная галерея в рамках репродукции полотен известных художников. У нас жительница с пятого этажа заносила пианино. Мы только ремонт сделали. Наши жители, пять человек вышли, женщины, до пятого этажа. Да, осторожно, не обейте угол. Когда люди сами вкладывают свой труд, средства, они это ценят. И советую всем остальным, домам, у кого нет ремонта, взять тряпки, ведра, метлу, вымыть все, вычистить, сложиться и сделать ремонт. И тогда будет так же, как и у нас. И будет совершенно другой образ жизни. Правда, остаются в городе и отрицательные примеры, как эта детская площадка на улице Конституции. Поддерживать здесь порядок жители близлежащих домов не считают нужным. Купить банку краски, это все закрасить, или там желтого цвета, или красного, это не проблема. И два часа своего времени потратить в какой-то выходной день, даже, наверное, и приятно было бы тем же родителям сделать что-то полезное в своем дворе для своих детей. Ну, к сожалению, вот что есть, то есть. Ну, как только погода у нас в Сочи исправится немножко, на сырой не будет погоды, это можно будет сделать. Я думаю, что до Нового года все это исправим. Городской конкурс объединил и смотивировал сочинцев на наведение порядка в своих подъездах, микрорайонах и дворах, отмечают члены комиссии по подведению итогов конкурса. Самые ответственные получат в подарок новые детские площадки. Об этом на недавнем сходе граждан заявил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит.